Буду играть чертовски круто. С таким настроением британский скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди готовился к первому концерту в России. Он выступил в Большом зале Московской консерватории вместе с квартетом. Программа – барочная музыка Баха и джаз Фетса Уоллера. Бах – это ранняя музыка для скрипки, историческая. И я хотел начать с этого момента и закончить такой музыкой, которую будут играть на скрипке и в будущем. Протеже легендарного музыканта Игуди Минухина не переносит стереотипов. Кеннеди исполняет классику наравне с Хендриксом, стрижется под панк, носит одежду, купленную на лондонских барахолках, много матерится и целует руки дамам. Таким он предстал и перед московской публикой. Я не люблю как-то изучать себя, размышлять, как я выгляжу. Я вижу свое лицо один раз с утром, когда чищу зубы. Знаете, многие артисты буквально помешаны на самих себе. Мне это не нравится. Меня больше интересует то, что меня окружает. Первое отделение было целиком посвящено классическому баху. А вот во втором скрипач начал заигрывать публикой. Появившись после антракта в майках футбольного клуба Астон Билла, команда Кеннеди начала исполнять джаз, цыганскую, а потом и северо-ирландскую музыку. Попутно Найджел целовал руки женщинам и обменивался рукопожатиями с мужчинами. Концерт длился два с половиной часа. После Найджел Кеннеди поклонился залу и по-английски ушел со сцены, не попрощавшись.